Как выяснилось, у родительской общественности главному врачу Одинцовской ЦРБ накопилось много вопросов, в числе которых оказались детская диспансеризация, плановая вакцинация, строительство новых амбулаторий, нехватка узких специалистов и другие. Те вопросы, которые сегодня задаются, это вопросы касаются здоровья наших детей. Понятно, что для родителей это самая приоритетная тема и безусловно очень много вопросов действительно актуальных. Действительно может быть что-то может решиться прямо сейчас, какие-то могут вопросы и проблемы решиться, что-то требует более детальной проработки. Игорь Колтунов внимательно выслушал все вопросы родителей и ни один не остался без ответа. Главный врач отметил, что в детском отделении теперь есть новые узкие специалисты, которых ранее не было. Это детские инфекционисты, хирурги-травматологи, к которым уже можно записаться на прием. Как сказал Игорь Колтунов, в рамках реорганизации ЦРБ 8 медицинских учреждений округа объединятся в одну областную больницу. Это даст ряд преимуществ, а маршрутизация пациентов станет более эффективной. Для того, чтобы больница была многопрофильной, не стала той, кем она должна быть на самом деле, для этого производится объединение всех учреждений. Профиль, соответственно, с каждым представлением учреждения вставляется в среду целого, в себе такая некая точка. Приложение на улице маршрута Березова. Через какое-то время у нас во втором квартале будущего года сдается, как видите, новый КДЦ строится. Там все будет детская история. Родители также волновали вопросы оснащения образовательных учреждений медицинскими кабинетами. В настоящее время некоторые школы округа испытывают нехватку медицинских работников. Игорь Ефимович подтвердил, что в ближайшее время, буквально там какой-то небольшой период, все школы, все сады у нас будут оснащены, оборудованы медицинскими кабинетами и будет необходимый персонал. Это очень важно для нас. И независимо от того, какое количество детей в школах, медицинский работник будет присутствовать. Многие вопросы в ходе этой встречи удалось решить прямо на месте. В том числе руководитель заверил, что в школах округа продолжится плановая привилочная кампания. А до Нового года в больнице появится детский невролог и специалист по эпилепсии. Мы узнали, что у нас наконец-таки появится детская реанимация, у нас появится ряд профильных специалистов. Не решился вопрос к клиническим психологам, потому что он сейчас очень необходим, потому что любой ребенок, который проходит инвалидность первично или вторично, или хочет получить заключение по МПК, сейчас необходимо проходить именно клинического психолога. Есть он только в больнице на 8 марта. Вот этот вопрос, к сожалению, я пока не нашла на него ответ, но я надеюсь, что сейчас мы все обменяемся контактами и получим, потому что это необходимая информация, потому что детей инвалидов, к сожалению, в детской районе очень много. Открытый диалог с врачом прошел продуктивно. Такие встречи полезны для жителей. Здесь можно получить точные и объективные ответы, что называется, из первых уст, а также добиться решения наболевших проблем. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания Денцова.